Здравствуйте, с вами снова Андрей, мы продолжаем наше прохождение модификации Клуба Квархаймера для мобилового Total War За орков в прошлом прохождении, в прошлой серии мы отбили наше поселение орков, которые у нас отбили некоторое время назад гномы Ну и что мы имеем? Значит, мы имеем, во-первых, занятое хаосом поселение на севере И мы имеем где-то здесь еще одну армию гномов, которая, соответственно, будет нас, безусловно, скоро атаковать Или мы ее атакуем, не знаю Значит, нам необходимо, соответственно, сдвигать сюда подкрепление Ну, безусловно Так, вот, честно говоря Так, давайте мы развитие поселения поставим Дабы у нас, собственно, было все нормально с общественным порядком Ну и продолжаем Продолжаем наше развитие Давайте наймем, например, парочку отрядов черных орков А что мы можем сделать здесь? Ну, здесь нам нанимать некого Кстати, посмотрим, что у нас происходит с поселком Ну, в общем, давайте отремонтируем наши постройки Ну, собственно, все не так страшно, потому что я боялся, что гномы все просто-напросто разрушили Чертая бабушка Так, здесь у нас что происходит? Ну, можно нанять еще, например, каких-нибудь вот этих вот товарищей Ну, и, собственно, наверное, все Значит, я думаю, что нам нужно подтянуть наши силы И объедините Так, значит, что у нас? Здесь вы начальник и здесь есть И здесь есть целых два Слично Имеется ли только смысл нам объединять именно так наши войска или нет? Не знаю Давайте мы объединим наши отряды, которые пострадали В ходе военных действий Так, ну, нам необходимо формировать ударные кулаки Поэтому давайте, наверное, наши войска объединим Так, значит, что у нас есть? Баллиста Металка Это такая вещь своеобразная Она нам сейчас не очень нужна А вот здоровяки Орки на кабанах Черные орки Это как раз нам пригодится Копейщики нам, наверное, не так, чтобы очень нужны Мне кажется Давайте мы их поставим Значит, теперь Значит, здесь набираем хорошие войска Ну и, грубо говоря Так Что мы можем сделать? Трули сюда добавляем Ну, например Здоровяков на кабанах добавим Хотя они, конечно, сильно пострадали в предыдущем бою Ну и черный ход Ну, соответственно, вот эта армия у нас уже достаточно серьезная По чистому составу И сейчас мы соберем вторую Таким образом у нас все будет достаточно неплохо Значит, чего у нас еще творится в наших рубежах Здесь у нас продолжается вербовка Вербовка войск Ну, здесь мы никого найти не можем У нас тоже денег нету Ну, в принципе, сейчас деньгами у нас должно становиться получше На юге мы пока никуда не выдвигаемся Потому что для того, чтобы взять, например, кара за карак Нужны как минимум три полных стека, как мне кажется И, как вы помните Гномы пытаются еще и отбивать свои града Так что Мне реально нужно как минимум три стека В противном случае Я могу оброняться, но, наверное, не могу нападать Ну что ж, завершаем ход Кстати, сельбанцы И, честно говоря, думал, что они уже, так сказать Приказали долго жить Да нет Продолжают Ну, собственно, нам Существование сельбанцев скорее выгодно На данном этапе Потому что они отвлекают гномов Так, ход гномов Ну, опять какое-то перемещение Какой-то дурацких армии Так, что у нас произошло Новое задание Опять нам дают сельвитебска Ну, давайте мы с видебском немножко обождем Так Отлично У нас еще все ремерка расширилась Что мы с этим можем делать Мы можем запилить здесь деревянные стены Давайте это и сделаем Так, переобучение Переобучение Ну, можно отправить на переобучение Вот, отряд гоблинов Например Ну, что ж Объединяем наши войска По-прежнему продолжаем этот процесс А тем временем Наш шаман, наверное, пойдет И посмотрит Только Вот вопрос Кто для нас более опасен Мне кажется, для нас более опасен все-таки хаос Почему? У них здесь есть все-таки пластдарм Где они могут нанимать войска А у гномов такого нет Так, кто у нас здесь? Мародеры-разрушители Мародеры-мародеры Чемпионы Кхорна Рыцари Кхорна Понятно В общем Я думаю, что нам нужно Выдвигаться на север И разбираться с хаосом По крайней мере, мне так кажется Что это наиболее оптимальный вариант Так Выяснилось, что Нужно, конечно, объединить нашу Я большой И я не победишь Так Значит, нам нужны, безусловно, копеечки Значит, почему сейчас нам нужны копеечки? Раньше мы сражались с гномами И копеечки нам были не нужны Но сейчас мы будем уже выдвигаться Так сказать Для битвы с хаосом И вот там нам копеечки, мне кажется, понадобятся Также нам понадобится, наверное, и Валерия Хотя, черт его знает Если они будут сидеть там Внутри Давайте, наверное, возьмем Манганели или Болисту здесь Так, Манганели Ага-ага-ага Бьют по площади Не знаю, честно говоря Давайте Болисту возьмем Ладно Ну что ж Выдвигаемся к северу Я понимаю, что у хаоса намного более качественные войска, чем у нас У нас особенно нет вариантов Так, ну, во-первых, здесь обязательно Поскольку у нас здесь форпост Боже мой Так Поскольку у нас здесь форпост Нам необходимо укрепляться всячески, да Давайте на имен сквигов Который у нас будет здесь на всякий случай Рубак Ну, давайте черных орков-крушителей Так сказать, на будущее Потому что нам нужны и в том числе и хорошие войска Так Ну, я думаю, что Так, вдруг капитан-наемник Сколько у нас здесь Так, давайте посмотрим нашего начальника А вот нотлопа, кстати, у него мало Давайте мы поменяем Вот так Значит, теперь Хирну шаману может построить Имеет бы смысл это делать Не знаю Так Углограшек Ну, давайте здесь наберем еще, наверное, ряд Гуглых застрельщиков Больше денег у нас нет Ну, так что можно, наверное, смело завершать ход Кстати говоря, наш посол-то Наш посол Давайте посмотрим Ну, как видите, здесь особенно у гномов нет войск Гномы хаоса так и стоят Я не знаю, чего им нужно Очень странно себя ведет компьютер Ну, продолжаем Просто хаос на нашей территории надо искоренять Потому что потом еще начнется буря хаоса У меня есть сильное подозрение, что опять, так сказать К нам кто-то в этот же регион может и прийти Ну, не хотелось бы, чтобы у них уже был плацдарм Так Что-нибудь у нас есть, знаете, наверное? Строительство Поселок Ну, вот все понятно Еще такого Ну, и что ж Продолжаем наше продвижение Я надеюсь, что хаоситы Так Собственно говоря, мы сможем с ними справиться Так, значит Теперь нам надо, наверное, сосредоточиться все-таки немножко на строительстве Если есть возможность, нам надо как-то улучшать Так Ваше поселение Стены Стены, стены Давайте построим стены Здесь опять же, по-моему, строятся тоже стены Здесь Так, здесь идет строительство Здесь идет строительство Ну, давайте построим котел гребного варева, например Вот Ну, и на следующем ходу мы, по всей видимости, уже сможем атаковать противника Так, здесь чего у нас происходит Давайте еще наймем рубак И, например, копейщиков Вот, наймем Просто, чтобы у нас здесь был стэк, который может в случае чего Так сказать Держать оборону Ну, пока нам не присылают новых стэков противника из воздуха Все, вроде бы, неплохо Но, как вы знаете В этом моде, скорее всего, долго это не продлится Так, вот они, вот они, вот они Вот они, тваря Так, ну что ж Накладно наймем Завершение строительства Так Ну, чего Такую Так, начинаем осаду Начинаем осаду Теперь Значит, стены у нас, по-моему, вообще здесь нету, да Поэтому Так, во-первых, давайте посмотрим Гномы прошли где? Вот здесь? Или не здесь? Непонятно Ну, ладно, у нас агентов И, главное, проблема в том, что мы их не можем нанимать Вот это вот самое противное Почему я не могу, например, нанять какого-нибудь гоблина-лазучика? Не за чё Так, ну что ж Идём, наверное, на штурм уже, да? Так, здесь что у нас? Блан сил несколько Мы, как бы Показывает, что мы Несколько Превосходим хаситов Но Вы сами понимаете, что у них войска очень хорошего качества Кстати, давайте Мы можем посмотреть статы Например, мародёр их хорна 9-9 Ну, в принципе, это не так страшно А их здесь много, да? 11-6 Ну, это Достаточно крутые товарищи Особенно дальний бой 14 Это вообще Значит, конные мародёры хорна 9-10 Ну, они Вот Тролли хаоса Здоровье 10 Атака 47 Защита 35 В общем, тут нам, видимо, и пригодятся наши осадные орудия Ну, что я могу сказать? Значит Наверное, искусственный интеллект нам Опять же, по тем же самым причинам, как и я Раньше озвучил В прошлой серии То есть, чтобы просто иметь численное преимущество Чтобы сразу Так сказать На поле боя Мы превосходили числом противника Нам придётся предоставить управление компьютером Потому что К сожалению Здесь нет такой функции Командовать всеми самому То есть Можно им командовать всеми самому Но Тут вступает силу лимит юнитов Поэтому вступаем в бой вот так Такой конфигурации Ну, в общем, это будет наше первое боестолкнение с хаосом И, насколько я понимаю, что Хасидская армия, ну, наверное, сильнейшая в игре Хотя Спорный вопрос Ну Скажем так По крайней мере Они уж точно не слабее гномов Плюс у них есть тролли хаоса С которыми у нас будут большие проблемы Как я понимаю Так Начинаем нашу развертку у него Смотрим Мы можем увидеть противника? Нет, мы не можем увидеть противника К сожалению Здесь та же самая карта С вигвамами Значит Ну, у нас здесь есть осадное орудие На самом деле это очень хорошо Несмотря на то, что стен нету Я думаю, что они нам сильно могут помочь Против Против Как раз троллей Вот у нас будет, наверное, батарея Только как ее правильно вставить Я, честно говоря, не знаю Чтобы она хорошо здесь стреляла Это придется проверять опытным путем Значит Ну Сзади мы ставим Кстати говоря, у нас они еще и все представляют И те, и другие Какие-то черного телохранителя Да? Отлично А пусть они, давайте, будут Собственно говоря Вот здесь Пусть они охраняют Наши осадные орудия Значит, теперь Камнеметалка Камнеметалка Тоже, наверное, поставим куда-то туда Например, да? Они Далеко стреляют Значит Соответственно Пусть их, допустим Охраняют спереди Губные копейщики Значит Меня беспокоят Вот эти вот Метатели топоров С дальней атакой 14 Если честно Это Это очень Нехорошо Так Значит Кавалерия Кавалерия Куда у нас будет заходить Кавалерия В принципе Может На самом деле И отсюда Но лучше ее как-нибудь С бочейной бы С бочейной Ну, например Может быть отсюда Нет, отсюда Здесь я не могу Вообще Как-то странно Здесь А, да Понятно Это зона развертывания Исусственного интеллекта Боже мой Это я Плохо соображаю Так Ну, наверное Тогда Мы ее Подведем Куда-то сюда Так Так Там Где есть Дорога Вход В поселение Значит По поводу Стрелков По поводу Стрелков У нас есть Целых два Отряда Стрелков На волках Ну, они тоже Наверное Будут Где-то здесь Ну, и Соответственно Копейщики 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 Наверное Пусть Охраняют Пусть охраняют Наше Осадное Орудие Так Искусственный интеллект Мы, наверное Ставим пока Оборонительную Тактику Чтобы он не Лез Будет Прометчиво Значит Ну, у нас Есть большая Биомасса Так сказать Рубак Как их Расставлять Просто уже Достаточно Дискуссионный Потому что Они, в принципе Начнут Со всех сторон Переть Ну, то есть Они, скорее Точнее, начнут В основном Переть Как раз В один проход Так, еще один Отряд Копейщиков Еще один Отряд Копейщиков Будет Где-то Здесь Стоять Вот это Все Рубаки Как нам Их Поставить Они, конечно Должны идти Вперед Хотя В принципе Они Войска Оборонительного Типа Ладно Давайте Наверное Сделаем Следующим Образом На всякий Случай Вот здесь Поставим Вас Чтобы У нас Был прикрыт Фланг Да И Допустим Вот здесь Ну Посмотрим На первых порах Я думаю Что имеет Смысл Сейчас Поставить Сразу На паузу Да И Посмотреть Кто Где И как Так Тяжелая Конница Да Копейщики У нас Стоят Ловить Конницу Здесь Ну Я не знаю Насколько Это Эффективно Здесь Скорость Движения Пехоты Достаточно Маленькая Так А вот Где 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 И Кто Я Трулей Хаоса Честно говоря Не вижу Где-то Они Стоят Но Не Видно Так Давайте Тогда Постреляем Немножко Но Меня Беспокоит То Что Меня Беспокоит То Что Противник То Что Наши Осадные Орудия Начинают Двигаться Это Мне Совсем Не Нравится То 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 Они Просто Не Могут Стрелять С Этого Сектора Ну Давайте Посмотрим Так Так Ух Ух ты Ух ты Ух ты Ух ты Раз у нас Таскать Есть Дальнобойное Орудие То Нам Обязательно Надо Так Тяжелый Пехота Они Начинают Атаку Да Вон они Стоят Вон Они Здоровые Так Потому Что В принципе Против Них Болисты Это Самое Оно Все Все Время Перегруппироваются Раздражают Так А че Этим Стреляют Дым Да Придется Нам Ремонтировать Наше Поселение После Всех Событий Так Что ж На нас Надвигаются Хорниты Ну че Набегаем Так Так Урки Скупим Бегом Атакуем Атакуем Конницу Потому Что Они Просто Набегают На Наш Осадное Орудие Нам Нужно Их Обронять Так Так Еще Копейщики Вперед Бегом Еще Не Набегают Набегаем Урки Набегом Набега 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 да другие товарищи что я могу сказать так что мы делаем с нашей кавалерией это кто у нас легкая пехота ну легкую пехоту сам бог велел кавалери но этих можно и обстрелять так это у нас в копеечки копеечки у нас не выдвигаются вперед блин вот чё то и вы контролю недоконтролил так бежим бежим прикрываем нашу кавалерию корна сожалению спец скиллов у нас особо никаких нет кроме попытки сбора войск так некий вам надо чуть живать надо чуть живать пример вот этих товарищей ой блин ну что ж ты сволочи никак не сдохнут а да у хаоситов на искать конец очень серьезно сколько я ее копеечками уже атакую атакую ничего не происходит ну по-моему это даже телохранители генерала что ли местного так насчет у нас там все мы убили мы убили генерала генерал по моему был один это очень хорошо да наши осадные орудия конечно неплохо пострадали заслон из копейщиков был не особо эффективен так мы бросили орудие что ли ой как можно заставить вернуться а вот можно давайте чтобы не постреляйте я ничего не понял атаковать ты и будет а что делает и я не понял вы издеваетесь что надо мной боже мой ну что за так копейщиков мы переводим против тяжелой кавалерии так здесь нет роли хаоса ё-моё а вот они вот они вот давайте тролли хаоса обстреливать всеми нашими особенными орудиями блин что тут творится я вообще ничего не понимаю хаос погружен в хаос короче так так стоп 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 отходим отходим у нас тут еще в тылу есть у нас тут уже довольно таки много пленных так все конечно вы представляете себя собственно говоря то чему молятся наши оппоненты причем в полной мере когда уже и начнет атаковать я ничего не понимаю почему они так высвятоточность по местности ничего не понятно ну как видите обстрел с одными орудиями все равно ничего не дает так ну что давайте тогда обстрелить более дальних и досадных орудий ой боже еще одни рыцари корна да сколько же их или это все те же так давайте собираем наши копейщиков и атакуем да вот вот да я не я уже не уверен что я правильно поступил когда отдал и управление вот честно вам скажу потому что нас противник зажимает пользуется локальным чистым преимуществом а и ничего не делает вообще ничего не делает ну конечно вообще-то убит уже 60 процентов врагов но проблема в том что видите нас постоянно такую стыла и так далее ну просто хаоси то подводит все свои силы а пока подойдет и в общем то ой ну здесь вот увидите мы имеем наглядное несовершенство игровой механики то есть у нас вроде бы чистые преимущества но нормально резовать мы его не можем либо нужно отдавать компьютеру так сказать управление и он безбожно тупит просто безбожно тупит либо вот зачем он развел широкий строй организовал так вот копеечки да атакуете этих товарищей так давайте мы их черджоню с тылу что ли просто уже нету вариантов пособия ну вот вроде вроде бы наконец-то и наконец-то подходит силы и и я надеюсь что сейчас хорни там будет плохо вот они уже отступают пленных у нас кстати достаточно много так ну это можно по этим пострелять ну здесь уже свалка здесь реально очень сложно разобраться и отдавать приказы бессмысленно потому что пока юниты будут перестраиваться и всех перебьют поэтому пусть уж они дерутся с кем дерутся так наконец-то эти товарищи стали колебаться так 31 процент у нас уже убит это много это очень много просто в итоге у нас наверно будет убита процентов 45 кстати а где чуть-чуть эти тролли хаус их по-прежнему 10 штук ну ё-моё убить тролли хаоса потому что с ними разборки будут очень сложные а остальных средства убивать будет уже так наверно мы прекращаем обстрел потому что френдлик начнется уже я сказал прекращаем обстрел все наша задача уничтожить тролли хаоса с этим будет очень сложно в принципе у нас должны быть свои тролли но они к сожалению в другой армии находятся так мы убили первого тролля вообще конечно по-моему это чудо не самые неприятные из всех гигантов хотя они вроде выглядят не такими здоровыми даже ну если сравнивать с черными армиями так ну там какие-то бои за центр города идут но по моему уже в большом счету центр города взят я бы с удовольствием бы хотел бы чтобы и уже сюда шел бы помогал мне добивать тролли хаоса в частности прислал бы мне на подмогу наших троллей у них по-прежнему 9 штук я даже не знаю может быть имеет смысл отвести наших генералов то нет стрельба засадных орудий по троллям хаоса абсолютно неэффективна потому что их мало да так сказать они не стоят в плотном строю и учитывая ужасную совершенно точность осадных орудий мы имеем то что имеет ох нелегкая эта работа валить такого бегемота ну а чё а и похоже стоит они все они выиграли считают что они выиграли битву они не хотят нам помогать прекрасно молодцы чё я могу сказать о подкрепления к нам идут может быть все таки они нам чуть помогут но тут они крайне неторопливо такие красавцы нет они по-моему хотят что отживать рули хаоса или не хотят никогда не угадаешь вообще и это вообще тролль причем в плохом смысле этого слова я им сказал атакуйте они вместо этого развернули широкий строй зачем-то атаковали я не знаю у них получилось атаковать с разных направлений просто вот на этой карте по-моему атаковать можно нормально вот в центр да только по дороге там нет другой дороги нормальной нет роли постепенно кончаются у нас конечно есть потери 36 процентов ну грубо говоря будет процентов 40 максимум потому что остальные войска хаоса уже либо убежали либо уничтожены ну я думаю что это приемлемые потери хаос это серьезный противник вот копейщики у нас показали себя очень плохо ну понятно наоборот у нас некоторые копейщики вообще гоблины хотя в принципе вот видите отряда копейщиков по крайней мере живы несмотря на то что им пришлось противостоять генералу и кавалерии достаточно тяжело бронировали я не знаю давайте нам уже ускорять 6 ну в общем это очень долгий процесс так ну сколько сколько их 5 боже ну помогли бы вы нам их бить что ли не помогают да вот честно говоря с этими чудовищными юнитами здесь какой-то прибор в этом их как-то реализовали очень своеобразно еще немного и победа будет наша да это уже давно так ну ну я просто пытаюсь понять сколько их два ждем дальше ждем дальше ну собственно один я так понимаю где-то здесь второй здесь в смысле один где-то здесь второй здесь пытался сейчас пальцем ткнуть в экран ой ладно завершаем битву ну как видите опять же я убил примерно в два раза больше хасситов чем они меня а собственно армия хаоса полностью уничтожена поселение мы отбили силы для того чтобы уничтожить тех гномов которые соответственно бродили у нас тут по нашей территории у нас есть занимаем поселение так мини характеристик плюс один к благородству плюс один к жестокости не те же что они врага ну все замечательно ура так что мы имеем в этом поселении ну мы можем переобучить хотя бы кого-нибудь например копейщиков да значит отремонтировать не а у нас хасситы вообще вели себя очень вежливо ничего даже не сломали я удивлен что наши осадные орудия ничего не сломали если честно во время боя ну что ж я думаю что на этом неплохой момент чтобы закончить серию в следующей серии мы наверное будем искать гномов которые бродят по нашей территории бить им лица и собирать армию для того чтобы все таки начинать наступление не знаю стоит ли наступать на Витебск или все таки попробовать на гномов это надо хорошо подумать потому что потому что гномы как мы с вами уже видели пытаются отбивать свои города ну что ж на этом все подписывайтесь на мой канал ставьте лайки комментируйте дальше будет еще интереснее с вами был Андрей всем пока всем пока так